Здравствуйте, дорогие козероги! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш лунный гороскоп на следующую неделю, с 13 по 19 мая. Множество разных событий может вас поджидать, поэтому давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь обязательно на канал, если случайно на него попали, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы начинаем! В понедельник луна в знаке Зодиака Рак в вашем седьмом доме гороскопа. А это, во-первых, перепады настроения, капризность. Утром вы можете чувствовать себя вполне хорошо, а ближе к вечеру начать выяснять отношения с вашим любимым человеком, с вашим партнером. Поэтому здесь я вам советую, конечно, не быть заложником своего настроения в течение понедельника. Если вы свободный козерог, то следует раскрыться, так сказать, открытым быть. Перед новыми знакомствами. Поэтому смело идите на свидание, если вас куда-то кто-то позовет. Седьмой дом гороскопа – это в том числе и судебные процессы, инстанции судебные. Поэтому, если у вас есть какие-то планы на то, чтобы посетить государственные учреждения, расторгнуть, возможно, брак или, наоборот, заключить какой-то новый союз в вашей жизни, то вы можете в понедельник уже принять определенные решения. Также луна в раке – это состояние, когда мы хотим кого-то опекать, кого-то защищать, брать под свою ответственность чужую жизнь или даже контролировать чужие решения. Возможно, кто-то из козерогов будет внедрять свои идеи и свои ценности либо партнеру, либо вашим близким друзьям. Седьмой дом также – это возможность проявить дипломатию. И здесь я вам тоже хочу посоветовать протянуть руку помощи или руку к примирению, если вдруг вы с кем-то никак не могли наладить контакт. В понедельник у вас это удастся намного легче. Вторник и среда. Луна в знаке Зодиака Лев в вашем восьмом доме гороскопа. Это дом кредитов, ипотеки и долгов. А когда луна в вольве, то у нас провоцируется некая активность, оптимистичность даже, я бы так сказал. Поэтому если вдруг вы хотели кому-то позвонить и сказать вашей подруге или вашему другу, когда он вернет вам долг, то вы можете смело в эти два дня найти время для таких заявлений. Либо кто-то из козерогов, возможно, будет решать вопрос, связанный с кредитами. Либо со своими долгами, либо с чужими долгами. Вы можете закрыть чей-то долг или взять под свою ответственность какие-то выплаты. Допустим, вашего мужа или ваших детей. Либо кто-то из козерогов захочет все-таки взять на свои плечи денежную ответственность в виде кредита. Вот здесь я, конечно, хочу посоветовать вам смотреть на вещи более рассудительно. Луна в вольве будет призывать, чтобы вы надевали розовые очки и думали, что все хорошо, вы со всем справитесь. Но по факту нужно быть готовым к тому, что где-то вас будут ожидать подводные камни. И лучше, конечно, все решить прежде, чем вы примите какие-то определенные действия. Вот все, пойду сейчас возьму кредит, а как его платить, а чем платить, а когда это все закончится. Вот решайте до того, как вы будете подписывать какие-то бумаги. Луна в вольве усиливает организаторскую способность. Поэтому если вы планировали собрать вокруг себя семью или поехать куда-то за город на выходные, то во вторник и в среду вы сможете эти планы четко расписать. Кого стоит звать, кому стоит писать. А без кого вы вполне хорошо и отдохнете в ближайшее время. Четверг, пятница и суббота. Луна в знаке Зодиака Дева в вашем девятом доме гороскопа. Хорошее время, чтобы запланировать поездку. Может быть даже в другую страну. Если у вас ближайший отпуск будет в эти месяцы, то вы смело можете уже в эти три дня купить билеты. Либо забронировать гостиницу. Девятый дом гороскопа это все, что связано с обучением, с изучением нового. И по Луне в деве мы хотим как-то сосредоточиться над этими вопросами. Может быть стоит где-то, куда-то выйти на стажировку. Или взять какие-то курсы. Или как-то повысить свои знания, свою квалификацию. Может быть вы будете кого-то обучать в эти три дня. Каким-то своим навыкам нового человека в компании, к примеру. Либо вы будете делиться каким-то своим опытом. Также с другой стороны, если посмотреть, то возможно вы встретитесь с человеком, который знает больше, чем вы. О работе, о каких-то бытовых вопросах, проблемах. Может быть это будут родственники вашего мужа или вашей жены, бабушка, дедушка. Или люди, которые сталкивались с такими же проблемами, которые сейчас у вас. И вы будете консультироваться, вы будете брать какие-то советы у этих людей, возможно. Луна в деве это также состояние, когда мы раздражаемся от каких-то неточностей. Когда люди, другие люди суют в нашу жизнь свой нос и пытаются нас обучать. Вы можете как-то и так отреагировать на какие-то советы на ваш счет. Поэтому здесь, пожалуйста, козероги, не стоит раздражаться, если люди пытаются вам что-то посоветовать или вам помочь. Лучше, если вдруг они все-таки пытаются пробраться к вам в душу, спокойно реагировать на это и благодарить за то, что они пытаются вам все-таки помочь. Также в эти три дня хорошо подумать о своей диете, о пищеварении, потому что луна в деве будет к этому призывать. Если кто-то из козерогов планировал все-таки нормализовать режим питания, рацион как-то свой подправить, от чего-то отказаться, то в четверг, в пятницу и в субботу вы сможете наконец-то действовать. Вы сможете как-то расписать, что все, с этой недели или со следующей недели я перестаю есть жирные. Или я перестаю, не знаю, к примеру, покупать постоянно тортики и кушать их каждую пятницу. Вот хорошее время для того, чтобы действительно от чего-то отказаться и очистить свой организм. Воскресенье, луна в знаке зодиака, весы в вашем 10-м доме гороскопа, а это вопросы к самому себе. Чего я достиг? Чего я добился или добилась? К чему я стремлюсь? 10-й дом гороскопа это все, что связано с нашей целью. Куда мы стремимся? Чего мы хотим получить? Вы можете в воскресенье задавать себе эти вопросы. Нужно ли мне это добиваться? А вот я планировал достичь определенных результатов. А правильно ли я иду? А правильно ли я действую? Может быть мне нужно сменить тактику? Вообще вы можете задуматься в этот день о том, куда ведет вас ваша дорога, ваш выбор. Луна в весах это стремление к контактам, стремление с кем-то пообщаться. Опять же, по 10-му дому это может быть ваш отец. Возможно, кто-то из козерогов будет советоваться с папой. Правильно я делаю, папа. Тем ли я занимаюсь? Или наоборот, он будет вам что-то советовать. Либо кто-то мужского пола в вашей семье будет вам что-то советовать. Или вы будете общаться на тему целей, на тему самореализации. 10-й дом гороскопа это ваше начальство, это люди государственных структур, это власть. И, возможно, кто-то из козерогов будет планировать, не знаю, может быть, поход в кабинеты чиновников, что-то добиться. Либо вы будете общаться на тему работы с кем-то. Вообще, воскресенье для тех, кто еще в поиске работы, к примеру, подходит для того, чтобы вы подготовили свое резюме. Или вы уже приняли решение, стоит выходить на новую работу в понедельник или не стоит. Вот воскресенье даст вам вот этот вот ответ, если вы будете его, конечно, себе задавать. Луна в весах это обостренное чувство красоте. И если кто-то из вас хочет изменить что-то в атмосфере, то нужно начать со своего рабочего места. Потому что 10-й дом гороскопа это работа, это ваша карьера, это ваша профессия. Может быть, не знаю, вам пора поменять компьютерный стол на работе. Или поставить, наконец-то, этот фикус на подоконнику окна, чтобы он вас каждый день радовал. Поэтому не бойтесь запланировать какую-то перестановку на работе или, возможно, даже дома, если вы работаете удаленно. Дорогие мои козероги, в понедельник я советую вам уделить время своему любимому человеку или личной жизни. Если вы еще одиноки, сходите на свидание, пообщайтесь с кем-нибудь и просто проведите хорошее время. Может быть, за чашечкой кофе в незнакомом месте с незнакомым человеком. Во вторник и в среду есть возможность решить какие-то финансовые вопросы, кредиты, займы, ипотеки, долги. Обратите на это внимание. Ближе к выходным подумайте о том, куда бы вы могли слетать в отпуск или какую страну хотели бы посетить. Возможно, это станет вашей будущей целью в жизни. Но в воскресенье не стоит расстраиваться, если какие-то решения не приходят к вам в голову прямо здесь и прямо сейчас. Подумайте о своей карьере, о своей профессии, то, к чему вы стремитесь. Может быть, стоит поменять тактику. И тогда вы быстрее придете к своей цели. Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также я жду каждого из вас в своем телеграм-канале. Ссылка под этим видео. Там на ежедневной основе я публикую небольшие гороскопы с советами на каждый день. Надеюсь, они вам пригодятся. Еще раз, дорогие козероги, удачи вам на следующей неделе. Стремитесь только вперед, верьте в себя и не мучайте себя, если вдруг сейчас не можете принять никакие решения. Всему свое время. Всем до свидания.